Тушение не прекращается. На свалке в поселке Искатели продолжают работать сотрудники противопожарного отряда. Коровы, козы и куры. Развивать аграрное предпринимательство можно и в условиях Крайнего Севера. Юбилей у крылатых врачей. Санитарная авиация отмечает 70-летие. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Свалку в поселке Искатели будут тушить еще не один день. Возгорание твердых бытовых отходов происходит на площади более 1000 квадратных метров. Усложняет пожарные работы и высота свалки более 6 метров. Для разгребания завалов привлечен экскаватор. Работы ведутся с утра и до позднего вечера. В тушении задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Вода подвозится с поселка Искателей на муниципальной технике. В целях безопасности работы ведутся в светлое время суток. То самое, что представляет большую сложность для нас, это, скажем так, первое, это то, что структура завала твердых бытовых отходов такая, что она имеет, значит, многочисленные пустоты. Вот. И вот за выходные у нас, скажем так, возник небольшой очаг, который, значит, у нас при помощи ветра, скажем так, распространился по пустотам этой свалки на значительную площадь. По словам представителя ведомства, быстро потушить большие площади не получится. Работы будут продолжаться еще 4-5 дней. Александр Игнатьев призвал жителей, которые страдают астматическими заболеваниями, без надобности не открывать форточки. Говоря о причинах пожара, представитель спасательной службы назвал две основные версии – человеческий фактор и самовозгорания. Наиболее распространена такая причина, как микробологическое самовозгорание. В толще мусора происходит гниение вот этих твердых бытовых отходов, как вы знаете, они в перемешку уже с пищевыми отходами сюда вывозятся. Поэтому вот эти вот гниения происходят, от этого выделяется теплота и со временем это может привести к пожару. Значит, такая же ситуация у нас недавно была на свалке твердых бытовых отходов в городе Наринмаре. В связи с продолжительным пожаром сегодня специалисты санэбитнадзора будут производить замеры предельной концентрации угарного газа в поселке Искателей. Предпринимателя, который возьмется за открытие хлебопекарни в Тельвиске, поддержит округ. Сегодня в селе неналажено хлебопечение и важный социальный продукт приходится завозить из Наринмара. О своей проблеме жители поселения рассказали в ходе общения с губернатором региона во время его визита в Тельвиску. Игорь Кошин обратил внимание жителей на успешный опыт трех предпринимателей, которые сегодня занимаются фермерством. Благодаря собственной инициативе и поддержке округа они обеспечивают свежими продуктами свои семьи и односельчан. Девочка, вот у нас, та бабочка у нас. Ну это уже больше к жениху, потому что она с ними как-то уже болит. Назвать имена всех коз Алексей Никитин пока не может. Новые постояльцы небольшого частного хозяйства живут здесь недавно. Начинающий фермер уже имеет три коровы, а с наступлением лета решил расширяться. Купил кур и шесть коз. В козьем семействе уже пополнение. В просторном загоне козлику и взрослым живётся комфортно. Тут же обитают четыре курицы, исправно несущие яйца. Алексей уже заботится о зимних буднях. На днях начнёт строить новый хлев и самостоятельно заготавливать сено. Для этого из Кирова был привезён пресс-подборщик для формовки сухой травы. Это купить один килограмм, допустим, сена стоит там шесть рублей. Сюда привезут ещё будет стоить, она уже двенадцать рублей. И сколько это обойдётся на одну корову? Около ста тысяч рублей. Представляете, сколько? А кормов сколько ещё надо будет? Всё остальное. Это же как бы легко сказать, что вот завёл и всё. И тут только деньги получаешь и отчитываешь, складываешь куда-то. Нет, это затратное дело. Закупить технику и стройматериалы для хлева фермер смог благодаря окружной поддержке. Грант в 500 тысяч рублей начинающий предприниматель выиграл по конкурсу и сразу же пустил в оборот. Опыт Алексея Никитина, глава региона, не раз приводил в пример в ходе общения с населением. В Тельвиске сегодня неналажено хлебопечение, от чего выпечку приходится завозить из Нарейнмара. Игорь Кошин акцентировал внимание жителей на возможности открыть частную пекарню. Мы создали определённые условия для развития фермерства. И Тельвиска – один из населённых пунктов, где есть два ярких примера. Это парень, который выращивает коз, парень, который выращивает коров. И показывает, что в условиях Крайнего Севера вполне можно заниматься сельскохозяйственным предпринимательством и, что немаловажно, самостоятельно кормить свою семью. Конечно же, это система субсидирования выстроенная, это система грантовой поддержки. И мы рассчитываем, что всё-таки всё большее количество людей не будет зависеть ни от государства, ни от кого, а будет самостоятельно решать в том числе и свою продовольственную программу. Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя можно оформить в МФЦ. Правда, за такими услугами сюда обращаются редко. В основном люди приходят оформить и подтвердить социальные выплаты, зарегистрировать недвижимость. По словам Александра Чурсанова, главы муниципалитета, предпринимательский потенциал у местных жителей есть. И, возможно, частная пекарня в селе всё-таки появится. Нужно было, конечно, обсудить с нашими предпринимателями, либо с людьми, которые всё-таки к этому неравнодушны, посмотреть ассортимент, посмотреть, может быть, писать бизнес-план, поучаствовать в гранте, то есть денежки выделяют и обеспечить жителям муниципального образования хлебом, ну и хлебобулочными изделиями. Мне бы очень хотелось, чтобы данный проект появился и данная пекарня была у нас. Открытие частной хлебопекарни позволит создать и новые рабочие места. Сегодня в селе в качестве безработных зарегистрирован 21 человек. Во время общения с подрядчиками губернатор интересовался, сколько человек из числа местных жителей работают на стройках. Как и следовало ожидать, среди общего количества рабочих они в меньшинстве. Либо нет желания, либо специального образования. Чтобы решить последний вопрос, глава региона поручил своему заместителю по социальным вопросам Надежде Дедяевой рассмотреть возможность открыть подготовку строителей на базе профессионального технического училища. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В регионе приступили к комплексному обследованию многоквартирных домов, требующих детальной оценки технического состояния и определения физического износа конструктивных элементов. До конца года подрядной организации стройсервису предстоит отсмотреть 97 панельных, кирпичных и деревянных домов, в том числе в сельских поселениях округа. Ранее, по данным муниципалитетов и госстройжилнадзора, был сформирован перечень многоквартирных домов, в отношении которых поступали обращения граждан и управляющих компаний об их неудовлетворительном техническом состоянии. В него вошли три дома легких стальных тонкостенных конструкций, пять панельных, шесть кирпичных и 73 деревянных дома в Наринмаре и поселке Искателей. В Коткино, Красном, Великовисочном и Нижней Пёше комплексному обследованию подлежат 10 деревянных домов. Согласно заключенным договорам на техническое обследование, все работы будут завершены до 18 декабря. На эти цели выделяется 12 миллионов рублей. На основании результатов технического обследования будут внесены необходимые поправки в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Муниципальные предприятия объединенных котельных и тепловых сетей активно готовятся к зиме. На 8 августа выполнено 45% запланированных на летний период мероприятий. Об этом на расширенной планерке доложил директор муниципального предприятия Наталья Бетхер. Как отметила руководитель, в связи с подготовкой к зиме было проведено два плановых отключения воды. Также предприятие активно участвует в подготовке к зиме образовательных учреждений. По заявкам проводится промывка системы горячего и холодного водоснабжения с оставлением актов. По словам руководителя, у ПОКИТС возникли сложности с оплатой за должности перед ресурсниками, в частности перед Печорнефтегазпромом. Сегодня счета предприятия арестованы, и оплата за должности ведется через депозит Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненинского округа, на котором скопилось более 7 миллионов рублей. Получается, что денежные средства списываются со счетов ПОКИТС, а до ресурсников не доходят. Окружная санавиация отметила 70-летний юбилей. С праздником врачей крылатой медицины поздравил губернатор Ненинского округа. За многолетний добросовестный труд благодарность главы региона получили врач Елена Кобылина и медицинская сестра Елена Ушканова. В свою очередь, руководство Ненинской окружной больницы благодарностью отметило руководителя отделения санитарной авиации Камила Каюмова и других сотрудников. Санитарная авиация Ненинского округа одна из старейших в России. Создана служба была 7 августа 1947 года. Здесь работают опытные врачи, умеющие оказать квалифицированную помощь в любых экстренных ситуациях, как на суше, так и на воде. Для выполнения санитарных полетов в удаленные районы округа и в случаях, не терпящих отлагательства, используются средства малой авиации вертолеты и самолеты Ан-2. Готовность авиационной техники к вылету составляет 40 минут от момента поступления задания на полет. В 20-х числах августа санитарная авиация Ненинского округа получит еще один вертолет, который будет оснащен медицинским модулем, предназначенным для оказания экстренной помощи на земле и в полете. К работе на санавиации в постоянной готовности привлекаются лучшие специалисты окружного здравоохранения, врачи-анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, врачи скорой медицинской помощи. Вместе с врачами на санитарные задания выезжают фельдшеры скорой помощи и медицинские сестры соответствующего профиля, входящие в состав медицинских бригад. В прошлом году бригады медработников по срочным вызовам вылетали 288 раз. Помощь была оказана 570 гражданам, 45 из которых дети. Более 70 национальностей на территории округа. Сегодня в мире отмечают День коренных народов. С представителями разных народностей пообщался наш корреспондент. Опять незаконный улов. Полицейские поймали рыбаков без разрешительных документов. Полицейские Наринмара пресекли очередной факт незаконного вылова водных биоресурсов. В ходе проведенного рейда стражи порядка выявили двух жителей города, которые ловили рыбу ценных пород, не имея при этом соответствующих документов. Сотрудниками ОМВД России по Ненецкому автономному округу на рыболовно-промысловом участке городской были задержаны двое жителей города Наринмара 82-го и 84-го годов рождения. Осуществляющие незаконы вылова водных биологических ресурсов без соответствующих на это решительных документов. На месте происшествия полицейские изъяли одну семгу, три горбуши, одну сплавную сеть и лодку с мотором. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Оленеводы Ненецкого округа примут участие в 6-м Всемирном конгрессе оленеводов. Он пройдет в Швеции в городе Йокмок с 16 по 22 августа. Возглавит делегацию округа председатель Союза оленеводов Ненецкого округа Владислав Выучейский. Также ее состав вошли председатель Ненецкой общины Канин Алексей Латышев, представитель СПК Пути Ильича Евгения Логийская и оленевод СПК ЕРВ Владимир Вылка. Как отмечают организаторы мероприятия, одной из главных проблем современного оленеводства является потеря пастбищ. Некоторые народы теряют оленеводство как исконный промысел. В основном это происходит из-за нежелания молодежи оставаться в тундре. В программе Конгресса запланированы тематические семинары по здоровью человека и животных, изменению климата и биоразнообразию, культуре питания и кулинарным традициям, ценностям молодежи. На третий день работы Конгресса, когда стартует представление территорий о Ненецком округе и ситуации в отрасли, расскажет Владислав Выучейский. Ассоциация оленеводов мира существует 26 лет и объединяет оленеводческие народы из 10 стран. Организация занимается развитием коммерческих, культурных и профессиональных связей между народами и распространением информации о коренных народах. Первый Конгресс оленеводов мира состоялся в 1997 году в городе Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе. Последующие Конгрессы проводились в Якутске, Финляндии, Норвегии и в Китае. Киреки, Кеты, Энсы и Жоры, Алиуты. Эти народы, проживающие в России, сегодня находятся на грани исчезновения. Демографы говорят, если ситуацию не изменить, узнать об этих народностях можно будет только из книг. 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Цель всемирного праздника повысить внимание к проблемам аборигенного населения, которого становится все меньше. С теми, кто помогает сохранить уникальную культуру малых народов, пообщался наш корреспондент. И бабушка, она всегда ходила в панице. Она всегда ходила в красивой, украшенной, много-много узоров было у нее на панице. Всегда носила, всегда ставила чум рядом с домом. Когда уже жили в деревне, когда переехали на оседло образ жизни, перешли, всегда у нее около дома стоял чум. Бабушка до последнего, да, говорила только на ненецком языке. Русского она не знала. Александра Фомина рассказывает о своей бабушке по материнской линии Поросковье. Статная девушка происходила из богатого рода Лаптандер. Она знала много ненецких сказок, преданий и песен. Кстати, одна из них вошла в репертуар самого популярного национального ансамбля округа. Например, ансамбль «Хайер», народный ненецкий ансамбль песни и танцев «Хайер», они исполняют ее песни. Я совсем недавно узнала, что мне сказали, что это вообще бабушкина песня. Наши бабушки очень интересна. Песня такая свадебная, шуточная, как поехали на свадьбу. И одела разные пимы. Она такая интересная. Таких преданных своей культуре, как бабушка Александра, с каждым годом остается меньше. По данным Комитета госстатистики НАУ, численность ненцев, проживающих в округе, составляет чуть больше 6 тысяч человек, или 15% от общей численности населения региона. Всего же ненцев в России насчитывается около 40 тысяч. Почти в 10 раз меньше в нашей стране осталось представителей еще одного коренного народа – Нивхи. Нивхи – один из древнейших народов Дальнего Востока. Археологи отождествляют его с так называемой охотской культурой. Она возникла еще в первом тысячелетии до нашей эры в бассейне реки Амур и распространилась на Сахалино-Курилы. Предки современных Нивхов селились у моря или в устьях рек. Ловили рыбу, собирали ягоды. Основа их жизни сотни лет служил морской зверобойной промысел. Кстати, в нашем округе живет представительница этого народа Галина Назарова. В телефонном интервью она рассказала нам об еще одном виде деятельности Нивхов – собаководстве. Собачье мясо шло в пищу, шкуры – на пошив одежды. На собачьих упряжках Нивхи ездили в Манчжурию для обмена товарами. Туда везли икру, лисьи, шкурки, оттуда ткани, бусы и другие диковинки. И прадед мой, он тоже ходил в Манчжурию на собачьей упряжке. И в доме у нас, как реликтовая вещь, всегда хранилась и передавалась из поколения в поколение. Манчжурский халат, расшитый золотыми нитями и драконами. Очень богатый, очень этнографически ценный экспонат, который всегда у нас выпрашивала у матери какие-нибудь музеи. С Японии приезжали этнографы. Вот они всегда этот халат выпрашивали. По словам Галины Назаровой, сегодня Нивхи с размахом отмечают Всемирный день коренных народов мира. Впрочем, как и другие народности, не только в России, но и по всей планете. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут в 90 странах мира и представляют множество языков и культур. В нашем регионе дружно соседствуют 77 национальностей. Многие из нас даже не знают, что некоторые из них представители очень редких народностей. Например, в нашем округе живут энцы, тазы и жорцы, табасараны, эвенки, манси, шорцы. Сегодня их поздравила председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Светлана Миронова. С праздником, с международным праздником коренных малочисленных народов. И пожелать всем добра, пожелать счастья, здоровья, любви. Пусть вас хранит ангел. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова информационная картина дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует.